В Москве в читательском клубе «Православная книга» на Погодинской прошла творческая встреча с выдающимся литератором, православной поэтессой, прозаиком, публицистом Олесей Николаевой. Эльвира Гордеева была в числе участников. Ей слово. Она родилась в семье писателя-фронтовика Александра Николаева, училась в литературном институте на семинаре Евгения Винокурова, печатается в журналах, литературных сборниках, альманахах и антологиях. На счету Олеси Николаевой более 40 книг. И главное место в творчестве писательницы занимает религиозная тема – верность христианским ценностям, размышления о промысле Божьем в жизни каждого человека. Это пушкинская традиция – быть универсалом, работать во всех формах, которые подвластны Слову. Она теолог, церковный публицист, разумеется, журналист, теоретик культуры, историк культуры, она историк литературы, автор листательных эссей, статей о Чехове, о других пластиках русской литературы. Тему сложности поэзии Олеси Николаевой затронул протеерей Владимир Вигелянский. Он поделился, что как супруг является первым человеком, которому поэтесса читает свои стихи. Первое, вот первое прочтение, я ничего не понимаю. Я говорю, надо глазами, почти всегда я ее рецензирую так, надо посмотреть глазами. Но, прочитав глазами, ну так вот только поверхностно, что-то, ну вот то, чего говорит Сергей Иванович, богатая лексика, нагромождение образов, что ничего просто так она не пишет, что нужно все разгадывать. По словам критика Елены Степанян, которая относит себя к числу ценителей таланта Олеси Николаевой, за внешней хрупкостью и кроткостью писательницы стоит железная воля и железный характер. Она умеет, по словам классика, в одно мгновение увидеть вечность. Дар ее в том, что она умеет и любит и знает, как увидеть в малом, ничтожном, проходном, неинтересном с точки зрения многих и многих, огромный смысл жизни человечества, смысл творения. После этого слово взяла главная героиня вечера. Олесия Николаева поблагодарила всех, кто пришел на встречу за любовь, поддержку и внимание к ее творчеству. Когда я пишу, я вот представляю такой вот ваш образ собирательный, такой в виде такого провиденциального читателя, который, ну это просто какой-то очень мной уважаемый, идеальный человек. И он ироничный, он очень умный, он очень образованный, он в то же самое время просто сердечный, добросердечный. На вечер прозвучали стихи и проза Олеси Николаевой, а присутствующие гости читательского клуба смогли напрямую пообщаться с писательницей и задать ей вопросы. Субтитры создавал DimaTorzok